Едем сейчас в Акют, это скорая помощь неотложная с Русланом. Короче, всей семьёй. Идём на автобус сейчас. А папа? Не разрешила? С той стороны сейчас выйдет. Мама, можно мне головой покрасить? Красьте, только кто тебя будет красить? Я не умею красить волосы. Я обратилась к нам в офис на первом этаже с просьбой, чтобы они позвонили и записали меня к врачу. Они звонили на номер 1177, это медицинская служба помощи. Там сказали ехать нам в Акют. Вот мы все собрались и едем в худинге, там, где я рожала. Папа разрешил в розовый покрасить. А кто вас будет красить? Ну, сходим. Папа будет красить? Ты спроси у него. Папа, ты будешь красить? Знаете, что если неправильно покрасить? Могут и могут гореть, если неправильно покрасить, а папа? Будут стоять. Да? Как? Они просто могут расставить вот так вот ноги и... Понятно. Сжаться к земле нужно. Ну, как к земле? К одну автобуса. Перед тем, как мы выехали из дома, я Руслану дала жаропонижающее. Когда мы приехали в больницу, он себя чувствовал прекрасно. И нам говорили, что посмотрите, у вас здоровый ребенок. Он же себя прекрасно чувствует, бегает, веселится. Посидел, побегал и уехал. Короче, мы перед тем, как ехать сюда в Акют, дали Руслану жаропонижающее. Ну, и ему стало лучше, он там бегал, искакал, игрался. И они сказали, раз вам так хорошо, значит, у вас все в порядке, едьте домой. Я говорю, нет, мы не хотим ехать домой, потому что уже трое суток температура. Нам сказали, что вы можете здесь остаться, вот вам стаканчик, соберите мочу. Мы сделаем анализ мочи, и если все хорошо, то вы поедете домой. Или же берите этот стаканчик домой, соберите мочу дома, и завтра отнесите его в Борт-Централ. Я говорю, хорошо, я сейчас спрошу у мужа, как мы поступим. И мы вышли, и подошли туда другие люди к ним, и они нам не хотели этот стаканчик отдавать. Говорят, нет, не подходите сюда, ждите. В общем-то, мы ждали-ждали, минут, наверное, 15, и собрались уходить. Они увидели, что мы уходим, и взяли этот стаканчик, вынесли нам. Еще муж с работы пришел, и мы поехали. Короче, такое. Значит, видите, это состояние не критическое. Ну, в принципе, я так мужу и говорила. Говорю, можно не ехать, потому что это ничего серьезного. Нас отправят домой. Ну, в принципе, так и произошло. Видите как? Говорит, если температура сбивается, жара понижается, значит, все в порядке, и вам не нужно в больнице. Расанчик. Миш, нужно зайти в аптеку. Сейчас пойдем в аптеку купим аморигин в свечах, потому что, если дома потом снова поднимется температура, он уже не хочет пить это лекарство, которое в сиропе, жаропонижающее. Такая здоровенная, это в больницах, в худинге. Какая я наивная, забыла, что здесь аптеки круглосуточно не работают. Ну, аптека, как вы можете уже понять, закрыта. У нас есть еще сироп, просто он уже не хочет его пить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.